Вот так, аккуратненько прямо. Это уже постель получается, чтобы мягко было там. Вот так вот примерно. Сотрудники музея вместе с гостями не просто учатся утеплять баню, а вспоминают вемен. Так в Плодмурске называется этот обычай взаимопомощи. Когда сообща с песней и работать легче, трудные дела превращались в праздник. Ну вот тут, немножко, видать, вот здесь, вот чуть-чуть туда. Нас пригласили в эту баньку. Банька построится, мы приедем в эту баночку. С нашим ансамблем. Поехали! На фестивале работа нашлась каждому. Удмуртские обычаи в ЕМИ уже уходят, признаются сотрудники музея. Познакомить и захоронить – это одна из основных задач фестиваля. Только рождается ребенок, да. Раньше родственники, друзья, соседи, родня собиралась, там приносили еду, одежду для ребенка, да, что осталось. То есть это есть взаимная поддержка в какой-то ситуации. Потом дом построить – это ведь тоже очень серьезное и важное дело в жизни человека. И один сам дом, один в поле не воин, да, ведь говорят. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Фестиваль «Залетинский хоровод» проводится третий раз. За это время здесь отстроили русскую усадьбу – дом северных удмуртов. В этом году открыли волостное управление – удмуртский дом конца 19 века. Здесь и разместили экспозицию, посвященную обычаю в ЕМИ. Любой человек, молодой, относительно молодой, знал свои корни, откуда и как они воспитывались, как воспитывали их родители. И возвращаясь к истории своих предков, молодой человек становится сильнее. Фестиваль провели в рамках международной акции «Ночь музеев». Так что все усадьбы были открыты для посетителей до поздней ночи. Вероника Ваурина, Дмитрий Вороновнин, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия».